Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Карина Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Почему важно сохранять родной язык? Лекция от профессора Казанского университета в комплексе Адамнар. Как создать стартап? Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился с генеральным директором фонда Международного медицинского кластера Ильдаром Хайрульным. В рамках встречи стороны подписали соглашение о дальнейшем эффективном сотрудничестве. Взаимодействие планируется в области практического применения высокотехнологичной медицинской техники и внедрения новых разработок. Таким образом, вот здесь, на этом стыке, возможно наладить сотрудничество между Приволжьим федеральным университетом, клиниками университета и теми клиниками, ведущими клиниками мира, которые будут локализованы на территории Международного медицинского кластера. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий, официально стартующий 12 февраля. В связи с этим Казанский университет организовал цикл научно-познавательных лекций. Все подробности далее. Одна из лекций, которая прошла на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации, была посвящена судьбе языков в контексте глобализации. Тема лекций выбрана не случайно. В Татарстане 2021 год также объявлен Годом родных языков. Посетили мероприятие учащейся гимназии номер 27. Мне искренне понравилась эта лекция. Мне понравился ваш профессор, педагог. Мне понравился ее патриотизм. То, как она, с какой любовью она описывает татарский язык. С каким рвением она хочет решить эту глобальную проблему. И как же она хочет, с каким рвением она хочет, чтобы помогли решить эту проблему мы. Все зависит только от нас. О том, что мы будем делать с этим языком. Как мы с ним будем жить. Будем ли мы примевать это своим детям, внукам. Для себя узнала очень много нового материала. Какие возможности меня ждут в будущем. И как, в принципе, нужно сохранить свой родной язык. Я для себя вывела новую цель. Это изучать как можно больше языков. Потому что это влияет на наш мозг и на нашу, в принципе, активность. И я считаю, что это пригодится мне для моей профессии. На лекции ребята также узнали, почему важно изучать сразу несколько языков. Ведь это не только развивает мышление, но и даже предостерегает от некоторых болезней в старости. Например, болезни Альцгеймера. Кроме того, школьников познакомили и с возможностями изучения языков в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Я считаю, что, несомненно, должна быть тесная связь между школами и вузами. Потому что нам нужны талантливые студенты, нам нужны будущие ученые, изобретатели, филологи, лингвисты. Поэтому мы в этом направлении работаем и будем работать. Диана Желенкова, Фаридзе Хитоглы, Универньюз. Одну из лекций Казанский университет организовал для школьников на площадке полилингвального комплекса «Дымнар». Все подробности далее. Погрузил школьников в увлекательный мир китавидения профессор Института международных отношений Дмитрий Мартынов. Он рассказал ребятам о Никите Бичурине. Это поистине культовая фигура, культовая в Петербурге, культовая на его малой родине в Чувашии, культовая в Казани, где он учился. И, кстати, Казани он завещал все свои рукописи. Это пример удивительной судьбы человека, который ухитрился из самых-самых низов общества в России времен Екатерины II. Ну, буквально выломаться. Благодаря своему колоссальному таланту. Благодаря своему поразительному трудолюбию. Никита Бичурин попал в Китай, который 200 лет назад казался еще совсем далекой планетой и стал первым выдающимся русским китаеведом, арбитром для западного научного мира. Дмитрий Мартынов подчеркнул, что многие его труды до сих пор находятся в рукописи и нуждаются в обработке. Причем вот особенность гуманитарного знания в том, что эти все вещи не устаревают. Скорее даже наоборот, они приобретают гораздо большую ценность, потому что мир меняется, потому что реалии, в которых они были созданы, ушли уже куда-то в прошлое, стало быть, они являются такой уникальной капсулой времени, которая нам позволяет такой вот надежный фундамент создать и на основе его уверенно двигаться в будущее. К слову, ребята уже знакомы с Институтом международных отношений, который регулярно организует профориентационные мероприятия в комплексе Адамнар, а также проводит занятия преподавателя института со школьниками. Диана Желенкова, Фаридия Хитоглы, Универньюз. В продолжение темы года науки и технологий в IT-лицее, в лицее имени Лобачевского и в университетской школе города Елабуга Казанского университета прошли лекции. Подробнее в следующем сюжете. 12 февраля в рамках старта празднования года науки и технологий представители научного сообщества от молодых ученых до академиков РАН начали свои выступления в школах. Для учеников старших классов IT-лицея старший преподаватель Института экономики и финансов Андрей Воробьев рассказал о современных трендах, связанных с созданием стартапов. В последнее время тема очень популярна в связи с выходом различных интересных фильмов про Кремниевую долину. То есть этот опыт совершенно новый и есть смысл, наверное, подрастающему поколению рассказать об этом. О решении задач повышенной сложности по физике для учеников лицея имени Лобачевского Казанского университета рассказал Александр Фишман, доктор физико-математических наук и профессор Института физики КФУ. Вот этой силы уже тут нет. То есть эта сила, во-первых, и потенциальную энергию увеличит, и кинетическую энергию увеличит, и скорость увеличивается. В Елабуге в университетской школе с лекцией выступила преподаватель Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета Елена Фазлыева, где рассказала ученикам о создании и развитии собственного бизнеса. Постаралась, во-первых, остановиться на основных целях и задачах данного модуля. Именно в плане формирования человеческого потенциала, что данный модуль позволяет сформировать человеческий потенциал со всеми умениями и возможностями ставить цели, преодолевать критические точки. Ученый десант лекторов состоит более чем из 150 перспективных, прогрессивных и успешных исследователей, которые сегодня стоят в авангарде российского научного процесса. В акции уже участвуют Москва и Московская область, Забайкальский и Ставропольский край, Оренбургская и Волгоградская области, Свердловская и Ростовская области, Республика Татарстан и многие другие. Энджи Минебаева, Виолетта Басова, Фарид Захитуклы, Универньюз. Казанский университет и один из крупнейших благотворительных фондов «Россия Русфонд» продолжают проект реабилитации тяжелобольных детей. Историю нашей героини не оставит никого равнодушным. Давай, как вармресинг, мы можем вармресинг? На счет три. Раз, два, три. Ой-ой-ой, какая ты сильная у меня. Ой, молодец. Карину можно назвать по-настоящему сильной, несмотря на то, что в свои 15 лет она весит чуть больше 40 килограмм и уже перенесла множество сложнейших операций. В течение долгих месяцев Карина восстанавливалась после страшной трагедии. В 2019 году девочка попала под поезд. Пошла в школу и каким-то образом ее зацепил поезд. Наушниках была. И с левой стороны по касательному ее задел поезд. Такая вот нехорошая ситуация. В результате Карина получила тяжелейшую черепно-мозговую травму. Многооскользчатый перелом лобной кости и ушиб головного мозга. Лобную кость пришлось удалить. Долгое время она отсутствовала у девочки. Затем была сделана пластическая операция, после которой стала наблюдаться положительная динамика. Сейчас Карина слышит и понимает родителей, но вот говорить пока что не может. Ей необходима дорогостоящая реабилитация и питание. Ведь девочка не может самостоятельно глотать пищу. Поступает она только через трубку. Оказать помощь могут Русфонд и Казанский университет. Конечно, за любую соломинку мы хватаемся. Мы в таком положении, что нам отказываться ни от чего нельзя. Супруга у меня не работает. То, что я на данный момент сейчас работаю, у меня все уходит на платных врачей. И поэтому для нас помощь это сильно важно, конечно. Реабилитация Карины планируется на площадке научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского университета. В нашем центре мы предварительно будем проводить диагностические мероприятия с привлечением специалистов по ЭГ-мониторингу, ортопедов, реабилитологов, психиатров, нейропсихологов для оценки ее текущего состояния и разработки реабилитационной программы комплексной, направленной как на восстановление ее высших когнитивных функций, так и на восстановление ее моторных навыков. На лечение требуется непосильная для семьи сумма. Внести свой вклад можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Перевести большую сумму можно на сайте rusfond.ru, Татарстан. Врачи обещают положительную динамику. Дело остается за нами. Диана Шеленкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.